Я Антимонов Антон Александрович, город Новочеркасск. Командир танковой зоны. Сказали, едем на окраину Мариуполя. Зачем? Просто стоять, ждать, пока спецназ выполнит свою задачу в городе. Какой моральный дух подразделений? Подавленный. Очень много человек сбежало. Куда? В тыл, куда-то в тыл. Говорят, что их не выпускают туда, на границу. Какая информация вам доводится про войну? Честная информация, не допонят только слухи. Какие? То, что нашу дивизию, допустим, уничтожили. Нас уже всех похоронили и так далее. То есть, наоборот, дезаморальщина какая-то. Из-за этого люди бегут. У тебя есть родители, жена, дети? Родители, жена беременны. Передай привет, Смой. И ты же, что ты жив? Привет. Я пока что жив. Ты будешь жив, если тебя твои не убьют. Мы, блядь, не убиваем пленных. Мы не убиваем мирных жителей. Понимаешь это? В чем разница между нами и между вами? Да, неужели. Я вообще против Путина. Я за него не голосовал ни разу в жизни. Так зачем ты поехал? Ты не мог сбежать, поднять тревогу, сказать людям, блядь. Я не хочу ехать на Украину. Я хочу убивать мирных людей. Поднимали этот вопрос, сказали, срок будет грозить. Я просто ехал, не стреляющий в танки, даже не собирался стрелять. Мы вдвоем ехали, даже без экипажа. И другим советую сюда не соваться вообще. Оставить эту землю и жить спокойно, самим у себя. Не трогать никого, никуда не лезть. Нам это не нужно. Отнимать чьи-то жизни и так далее. Задумайтесь над этим. Ты раскаешься в том, что ты приехал сюда? Да. У нас Владимир Сергеевич, Ростовская область, врача. Мои командиры дураки. И то, что они могут также убить моих родственников, которые у меня за границей в Украине. И также дядь, сестру и всех моих близких. И также я понимаю, много у кого из России в Украине есть родственники. Мужики, обращаюсь сейчас на технике, еще с автоматами, с оружием. Бросайте это все. Технику, оружие, все свои силы. Уходите также на границу. Бегите, стойте там, я не знаю. Хоть вас нами не выпускают. Стойте просто. Презавайтесь в плен. Будете живыми. Это самый лучший ход.